С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 19 марта. День российского моряка-подводника. В 1906 году Николай II вводит в состав военно-морского флота совершенно новый вид кораблей. Подводные, которых к тому времени было построено всего 20 единиц. С того момента День моряка-подводника отмечают ежегодно, вплоть до Октябрьской революции. Но потом пауза. И в 1996 году приказом адмирала Громова, который на тот момент руководил военно-морским флотом, праздник был возобновлен. У родившихся в этот день 1848 год в этот мир приходит Уайт Берри Степ Эрб. Американский авантюрист, человек-легенда. В период освоения американского Запада якобы защищал пограничные поселения от всевозможных бандитов. Но самое главное – консультировал кинорежиссеров во время съемок вестернов. В то же время реальный Уайт Эрб был более противоречивой фигурой, чем благородный герой, описываемый в литературных и кинематографических произведениях. 1924 год. День рождения Льва Кулиджанова, кинорежиссера, народного артиста СССР, герой соцтруда. Творческая деятельность Кулиджанова на протяжении всей его жизни активно сочеталась с большой административной и общественной работой. Он возглавлял Главное управление художественной кинематографии в Госкино СССР, был председателем Уркомитета Союза кинематографистов СССР. Проработал более 20 лет первым секретарем правления Союза кинематографистов. 1930 год. День рождения советского оперного певца Бориса Штоколова. Он служил юнгой на Северном флоте, работал электриком в Свердловском театре оперы и балета, самостоятельно учился по системе Энрика Каруза. Ну а своим крестным отцом Штокола считал Георгия Жукова. Маршал как-то услышал его, поступившего после войны в спецшколу ВВС, на выпускном вечере. После окончания Георгий Константинович подозвал и сказал «Таких, как ты, в авиации много, а тебе надо петь». С этого начинается вся творческая жизнь исполнителя, естественно, связанная с пением. В 1949 году рождается Валерий Леонтьев, поп-звезда. Об издании своего первого альбома он узнал совершенно случайно. Пластинку собирает из самых популярных на тот момент композиций. А сам он впервые увидел это, когда давал автограф. Вот на этой фотографии мы с ним в 1996 году, сразу же после интервью. Я часто общался с Валерием Яковлевичем, и, поверьте, такого интересного, тонкого и философски настроенного собеседника найти не так просто. С днем рождения, артист! 1955 год. День рождения Брюса Уиллиса, американского киноактера. Конечно же, «Пятый элемент», конечно же, «Крепкий орешек» и многие другие картины. Наше голливудское все. 1956 год. День рождения Егора Тимуровича Гайдара, экономиста, политического и государственного деятеля. Один из отцов так называемой «шоковой терапии» в постсоветской России. Событие дня. 1474 год. В Венеции принимается закон об охране изобретений. Это фактически первый в мире закон об охране авторского права. В средние века были привилегии монарха, которые распространялись на художественные, литературные произведения. Но многие ученые и люди искусства считали, что заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно, поскольку их произведения лишь частица божественного знания. В 1697 год. Начинается так называемое Великое посольство Петра I. Первый в истории визит русского царя в Европу. А в 1898 году в Петербурге открыт музей изящных искусств имени императора Александра III. Ныне это государственный русский музей. Первоначальная экспозиция насчитывала около 6000 произведений. Сейчас в музее около 400 тысяч произведений. 1899 год. Открыта первая в России и Петербурге станция скорой помощи по инициативе известного на то время хирурга Николая Вильяминова. После Первой мировой войны появляются специализированные бригады скорой помощи и открываются научно-исследовательские институты. Московский же городской НИИ скорой помощи имени Скалифосовского появится через 24 года. В 1913 году в Метрополитен-опера в Нью-Йорке впервые целиком исполнена опера русского композитора Модеста Мусоргского Борис Годунов. Год 1922. В Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой башни. Инженер Шухов построил свою первую башню для Нижегородской ярмарки 1896 года. А меценат Нечаев-Мальцев эту башню приобрел. После чего ее в разобранном виде перевезли в Полибино. Спустя 23 года Шухов начнет стройку другой гиперболоидной башни на Шаболовке в двух шагах от великолепных зданий, выстроенных чанием Нечаева-Мальцева. Ну а рядом была церковь. Она-то и стала студией центрального радиовещания, где вскоре на радиомитинге уже выступал Михаил Калинин. Ну и последнее. Сегодня Международный день клиента. Он носит неофициальный характер. Организаторами выступили российские и латвийские бизнесмены. Идею вскоре подхватили предприниматели из других стран Европы и Америки. Сегодня компании будут задабривать своих клиентов, проводить акции, розыгрыши, лотереи. Мало кто знает, что ежедневно в мире появляется 33 новых товара. 13 из них приходятся на игрушки. На первом месте в мире по потреблению стоит бензин, а на втором – кофе. Но главное, по-прежнему работает главный закон любого бизнеса. Клиент всегда прав. Добавлю от себя. Даже когда не прав. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».